Модернизации рынков в районе Северного кольца, безусловно, рады ялматинские брадмейстеры, которые не раз выезжали туда на тушение пожаров. И сегодня, в честь Международного дня гражданской защиты, Служба спасения и Департамент по ЧАЭС приоткрыли занавес своей повседневной работы. Дельмурат Муталипов побывал на мероприятии. 20 лет назад о таком насыщенном арсенале техники отечественные специалисты по чрезвычайным ситуациям и мечтать не могли. Сейчас же есть все, чтобы бороться с любым природным бедствием, происшествием, техногенного характера. Имеется специально гидроклин. То есть, видите, сбоку есть язычок. То есть, образуется маленькое пространство для того, чтобы хотя бы что-нибудь подставить. По вседневной работе спасателям часто приходится сталкиваться с дорожно-транспортными происшествиями мегаполисы. И поэтому службе уже давно сформирована специальная спасательная бригада. На ее вооружении имеется полный комплект гидравлических инструментов. При помощи них почти каждый день кого-либо вызволяют из железного плена. Были моменты, конечно, когда был человек зажат, то есть при ДТП, лобовое столкновение. И то есть необходимо будет все, что было, все вошло в салон. То есть рулем его прижало, панелью прижало. И необходимо разжать срочно, порядок, то есть, ну что, в сознании ему больно. Вот он, разжим, который непосредственно участвовал в этом. То есть он отодвиг все необходимое, и мы извлекли его, передали скорой помощи. Однако техника не является гарантом успешной работы. Свои профессиональные навыки сотрудники экстренной службы непрерывно оттачивают на учебном полигоне. Для полка ДЧС ежемесячные тренировки стали неотъемлемой частью их работы. Но, как говорил великий Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Чтобы поддерживать по своей готовности, мы с ними проводим тренировки, учения. Например, 12 марта намечается проведение республиканских командов штабных учений КУКТИМ-2015. И как раз в рамках этого учения мы отрабатываем действия всех формирований служб гражданской защиты по защите населения при ухудшении паводковой ситуации, при селе и оползне. В конце дня открытых дверей сотрудники ДЧС и общества «Красный крест» дали школьникам рекомендации, как вести себя при определенном ЧП, раздали соответствующие памятки и рассказали, как формировать так называемый «тревожный чемоданчик». Все это было приурочено к Международному дню гражданской защиты.